Приветствую, друзья. За полетом Нэнси Пелоси на Тайвань следило так много людей, что сайт Flightradar просто не выдержал нагрузки. Среди миллионов пользователей сервиса не было одного самого внимательного и завистливого. Он неотрывно следил за этим полетом, но, наверное, через свои папочки с докладами. Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки предостережениям китайских властей, вопреки угрозам принять самые суровые меры, и даже вопреки опасности того, что Китай может просто сбить ее самолет. Китай отступил. Нет, конечно, были гневные заявления, обещания не оставить этот визит без последствий, но Китай на обострение не пошел. Потому что реальная конфронтация с Америкой Китаю не нужна. Даже не потому, что у США самая сильная армия и самый большой флот, а потому что это самая большая экономика и самый большой рынок сбыта. Путин мечтает о таком же величии, как у Америки. Мечтает, чтобы его побаивались и уважали. Мечтает, чтобы и самолет Лаврова, как самолет Нэнси Пелоси, летел туда, куда надо, и никто бы не решался его остановить. Собственно, мечты о величии и уважении он постоянно продает российскому народу. Пока же, увы, даже Болгария и Черногория не уважают. Почему не уважают? Ну, хотя бы потому, что Путин не в состоянии построить такую экономику, как в Америке. Ну, или как в Китае. Или как в Японии. Ну, или хотя бы как в Южной Корее. Он не может создать из страны привлекательный рынок сбыта. Граждане беднеют и вымирают. И скоро из крепкой региональной державы мы по населению станем региональным же средничком. Не получается стать богаче и привлекательнее. И Путин пытается получить уважение и величие через страх. Мол, нас надо уважать, потому что мы можем весь мир взорвать к чертовой матери. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Это очень сомнительный подход. Любовь и уважение нельзя получить силой. Жертвы редко хорошо относятся к насильникам. Ну, может быть, у Путина это получается? Ну, нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. Надо исполнять. Вот знаете, иногда полезно посмотреть на проблему не со своей привычной точки зрения, а с точки зрения оппонента. Вот Путин строит внешнюю политику страны на агрессии и применении силы. Говоря, что без этого нельзя получить достойное место в мире и достойное нашей страны уважение. Если мы хотим занять такое достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее. Давайте посмотрим, что у него из этого получается. Вот кто сейчас является самым близким союзником России на международной арене? Ну, конечно, Лукашенко. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем бы президента Путина оскорбляли? Кстати, заметьте, я сказал Лукашенко – союзник Путина, а не Беларусь. Тут, как и в России, надо отделять диктатора от народа. Путин кормил Лукашенко долгие годы. Он не дал ему упасть после выборов в 2020-м. А где геополитическая отдача? Почему Лукашенко вместе с Коленькой не бегают с автоматами на подступах к Херсону? Да, российская армия наносит удары по Украине с территории Беларуси, но напрямую Беларусь в войну не вступает. Свои войска не вводят, несмотря на, очевидно, сильнейшее давление. Не рвутся оказать военную поддержку и союзники по ДКБ. А Касым Такаев, которого Путин только что поддержал войсками, и вовсе публично отказал ДНР и ЛНР в субъектности. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Оказался Такаев не надежным российским союзником, а... Пришлось его даже ограничением транспортировки нефти наказывать. Правда, и Казахстан нашел, чем ответить. Да и вообще, на Востоке дела с величием и уважением обстоят не сильно лучше, чем на Западе. Уж как только Путин Китай не задабривал, и кредиты брал, и нефть задешево продавал, и лес позволял рубить, и даже баню Си Цзиньпиню дарил, не помогло. Как дошло до дела, то китайские товарищи проявили солидарность не с Россией, а со всем миром. То есть, ресурсы с дисконтом они согласны покупать, а вот поставлять подсанкционные или высокотехнологические товары? Нет. И такая позиция характерна для многих стран. Путин поставил нашу страну в очень уязвимое положение на международной арене. И оказалось-то, что союзников у нас нет. Зато есть много тех, кто не против этим положением воспользоваться. Например, Турция. С одной стороны, Эрдоган демонстрирует вовлеченность, готовность быть доброжелательным переговорщиком для России. Даже с продажей украденного Украины зерна помогает, не забывая, впрочем, о своей выгоде. С другой, демонстративно поставляет в Украину новейшее вооружение, включая такое принципиальное для уничтожения российских войск, как Байрактары. А уж чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто тут в отношениях России и Турции главный, а кто подчиненный, Эрдоган устроил показательную сцену. Путин опаздывал на встречи к Папе Римскому, к Английской королеве, что внутри страны люди вообще могут ждать его часами. Это его способ унизить, показать власть, доминировать в отношениях. А тут глава региональной державы заставляет его ждать. И ничего, Путин ждет, как миленький, потому что в отчаянии, потому что нет союзников, потому что за поддержкой нужно ездить уже даже в Тегеран. Президент великой сверхдержавы отправился за военно-политической помощью и беспилотниками к стражам исламской революции и эталам. Ну вот самим-то нам не смешно, не стыдно. Если мы великая держава, если мы за правое дело, то где наши союзники? Или может МИД бездельничает? Да нет, не бездельничает. Вторжение в Украину на международной арене безоговорочно поддержали Сирия, Беларусь, Северная Корея и Эритрия. Не правда ли? Могучая коалиция. Но МИД на этом не останавливается. В попытках найти хоть каких-то союзников министр Лавров провел недавно турне по странам Африки. Встречи прошли в теплые, хоть и слегка задымленные обстановки. Но каких-то ощутимых результатов не принесли. Да и не могли принести. Могут ли бедные африканские страны пообещать покупать за дешево российское или украденное Украины зерно? Могут. Потому что бедные. Поддержат ли они войну против Украины? Нет. Путин обосновывал войну необходимостью добиться от Запада уважения. По итогу он и его министры ездят по странам третьего мира и не могут получить уважение даже там. В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружественных нам государств. Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южноафриканской республики. Мы ценим вашу поддержку. Путин сидит с религиозными фанатиками в каких-то странных помещениях. Лаврову на шею вешают что-то вроде проеденной в середине пиццы с ананасами. Но максимум, что они получают от этих встреч, это обещание торговать с Россией, если наша страна примет исключительно невыгодные для себя условия. Путин бредит величием, но по факту его уровень – это уровень между крепкой региональной державой Турцией и теократической диктатурой Ирана. И все. Это в лучшем случае. Он хотел бы сидеть за одним столом с лидерами семерки, но туда его не берут и лишь достаточно едко издеваются. Путин с силой требует от Запада уважения, ну или как он понимает уважение. Но уважение-то силой не добиваются, и в ответ получает тоже силу. Финляндия и Швеция вступают в НАТО. Финляндия усиливает границу с Россией. Литва блокирует транзит грузов в Калининградскую область. Россиян лишают виз, путешествий, развлечений, спорта. Принимают новые санкции и не отменяют старые. Уважения на Западе, за которое борется Путин, стало так мало, что его приходится фальсифицировать самим. Давайте посмотрим в глаза фактом. Даже если принять безумный аргумент, что на соседнюю страну можно напасть просто из-за обиды на отсутствие уважения, это действительно безумный аргумент, то уважение-то все равно не получается. Нам говорили, что Россия должна занять достойное место. Но вместо этого Россия заняла достойное своей политике место. И это место мне, как россиянину, не нравится, потому что это место страны-изгоя, место Северной Кореи. Думаю, что даже самым ярым сторонникам войны это тоже не нравится. Давайте начнем войну, чтобы стать Северной Кореей. Вот вряд ли этот слоган кого-то увлечет. Но это только так и работает. Даже в мире безумного имперского целеполагания война в 21 веке – это поражение. В этом веке меряются другим. Можно сколько угодно кивать на Америку. Но и Америке каждая начатая ей война приносила только проблемы и унижения. А уважение получалось из культуры, экономики, технологии и науки. Начав войну, Путин привел Россию к очередной геополитической катастрофе. Мы одни, нас мало, мы бедны. Россия не может воевать со всем миром. Помимо того, что это бессмысленно, просто не может. Геополитический выбор, который Путин и его шайка оставили в стране – это выбор между военным поражением и статусом китайской колонии. Впрочем, можно еще в рай. Путину-то на восьмом десятке, может, и лучше в рай, чем в Гаагу. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Но надеюсь, что прежде чем нажать на кнопку, он про этих женщин, так он называет своих дочерей, про сына, про внуков вспомнит. Они ведь, как и мы все, на тот свет не торопятся. Даже если в рай. Счастливо вам.